С вами Николай Пивненко, это проект Дата. 19 января на календаре. Крещение, водосвятие, богоявление, водокрещение Иордань. Один из главных обрядов крещения и водосвятия, когда на реке делается прорубь под названием Иордань и совершается крестный ход с молебном и освещением воды. Считают, что вода из Иордании излечивает от болезней и очищает от грехов. Если кто-то крещен в этот день, быть ему счастливейшим человеком. Таким же удачным считается заключение в этот день помолвки. С крещения до масляной свадебной недели, на крещение последняя ночь святочных гаданий. Иногда девушки выходили за ворота гадать на первого встречного. Встретится старик не к добру, а встретится молодой парень в этот год выйдешь замуж. Иногда прохожего спрашивали, как его имя, чтобы узнать, как будут звать будущего жениха. Начиная с зимы 2012 года в один из воскресных дней января по инициативе Международной Федерации Лыжного Спорта отмечается новый праздник Всемирный День Снега. Другое его название Международный День Зимних Видов Спорта. В этот день должны проходить так называемые снежные фестивали, во время которых и дети, и взрослые смогут принимать участие в соревнованиях на коньках, лыжах или сноубордах. В Люберцах при наличии снега всегда проходит огромное количество самых разных зимних спортивных мероприятий. Просто, как говорится, участвуйте и чувствуйте себя участником очередного праздника. У родившихся 19 января 1736 год в этот мир приходит шотландский изобретатель Джеймс Уад. Он создает паровой двигатель и фактически переворачивает всю историю будущей революции машин. 1839 год. Родился Поль Сезанн, французский художник. А в 1865 году наш русский художник Валентин Александрович Серов. 1900 год. День рождения Михаила Исаковского, советского поэта, автора многих песен. Катюша, дан приказ ему на запад, в лесу при фронтовом, одинокая гармонь. 1943 год. В этот мир приходит Дженнис Джоплин, американская рок-певица. В 1979 году рождается Светлана Хоркина, российская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка, общественный и государственный деятель. А в 1988 в этот мир приходит Алексей Воробьев, российский киноактер и музыкант. История этого дня. В 2006 году, 19 января, прекращается выпуск автомобилей «Жук». В Германии выпускается последняя машина. В 1945 году в Англию, с пострадавшего от бомб завода «Фольксваген», в Германию прибывает довольно необычная модель авто. Комиссия из ведущих британских автопроизводителей осмотрела маленький с обтекаемыми контурами салон автомобиля. Цитата. «Большинству покупателей она не понравится», — так говорили авторитетные члены комиссии. «Она уродлива, ее двигатель слишком громкий, значит, производить эту модель в коммерческих масштабах — дело совершенно нерентабельное». С тех пор «Фольксваген» «Жук» стал самым продаваемым автомобилем всех времен. 2006 год. Ирина Слуцкая впервые в истории становится семикратной чемпионкой Европы в женском одиночном фигурном катании. 1955 год. Президент США Эйзенхауэр разрешает впервые показать по телевидению, а также в киножурналах новостей, пресс-конференцию, точнее ее запись. 33-минутная встреча будет сокращена до 28,5 минут, чтобы удовлетворять требованиям телевизионщиков. Вот откуда и от кого пошло понятие. Потом все равно вырежут. 1963 год. Битлз впервые появляется на национальном телевидении. Они исполняют песню «Please, please me». Рекорды этого дня. 19 января 1939 года Эрнст Хаузен из Форт-Аткинсона, штат Висконсин, устанавливает непобитый до сих пор рекорд по ощипыванию курицы. Ему удается сделать это за 4,4 секунды. Ну и последнее. 1728 год. По решению Верховного тайного совета Российский императорский двор переезжает из Санкт-Петербурга в Москву. Там намечается коронация юного императора Петра Второго. Но интриги князей долгоруких, сумевших свалить всесильного фаворита Меншикова, терпят крах, так как им не удается уберечь Петра Второго от обычной простуды, которая в итоге перешла в Оспу. В результате на престол восходит Анна Иоанновна. А двор спустя 4 года вновь вернется в Петербург. Спор двух столиц продолжается вплоть до прихода к власти большевиков, которые в итоге переехали все-таки в Москву. Но согласитесь, Питер по-прежнему любим и притягателен для многих из нас. Одних песен сколько посвящено этой теме, да и целая новогодняя история тоже имеет непосредственное отношение к двум главным городам страны. И так хочется иногда Санкт-Петербург, где все пропитано историей. А побывав там, хочется вернуться сюда, в Московскую область, где твой дом и самые близкие родные. Царям это было сделать сложно, а нам можно. С вами был Николай Пивненко в проекте Дата.